вот я выезжаю но там стоят светофоры водка пока красный и регулируют на какое-то движение так слева я полоса это кто транзитом идет через швейцарию но мы же идем воз товара ладно пока тоже на отключимся вы понятное дело то есть мы сейчас пересечем это вот действие а здесь на мне кажется доехать потом эту бумажку которую мы там от все это прошли просто занести если там примут все порядке то открывают шлагбаум и мы поедем дальше на ту сторону вот такое так немного подъехали до выходит водитель и побежал туда в окошечко так что и нас такая процедура ждет слева чё-то вот машины заезжает но транзитом не знаю как у них тут все слаженно не слаженно ладно пока ждем друзья ну у меня как бы все пройдет он сказал вот здесь тебе нужно там уже вот на границе швейцарии там это все показать здесь у меня ничего не надо так что в принципе все нормально лишний раз так красиво конечно здесь поля пострижено все ладно пока отключаюсь нора по моему нам направо вот здесь ну что друзья все в порядке далее все легко как бы вот окошечко подъехал даже не выходя из кабины подал документ который у меня печати уже все стоит и все едем мы на выгрузку да здравствует швейцария как долго я у тебя не был как-то как же по тебе соскучился и выкручиваем сейчас мы так до выгрузки у нас показывает навигация 33 километра вот так если в субботу работала таможня то я бы то в принципе мог бы позволить себе все это сделать бы в субботу еще но но думал там где-то стоять вот здесь будем проезжать кстати посмотрю что за парковки как они но не без удобств понятное дело то есть это не какие-то там заправкой нормальные потому что в этом в этом месте по-моему до люцерна вот он или какой-то порт я не помню уже позабывал уже все это вот тут маловато парковка вообще принципе швейцария такая вот надо знать где парковаться потому что уже 45 часов 6 час их надо все как говорится себе искать место на ночлежку вот так ладно едем мы дальше пока вот пока все так вот видите по закрывались со счетами и ремонт и дорог идут я думаю позже мы включимся ну что видим из указателей цюрик 106 километров с сангалан 23 нам принципе вот туда вот в те края а вот и парк 500 метров кстати ну если бы работал таможня я может быть даже и здесь бы завис но до озера дальше нежели оттуда там где я был на выходных а давайте проедем через парковку сейчас глянем чё ну пусть какие здесь то следующее показывает через 46 буквально километров то есть как вариант вот здесь заострять можно автогриль я знаю что здесь может в интернет должен быть бесплатный так здесь наверно по моему для грузовиков даже нету вот так вот в общем прикольно и ха 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 хо 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 вот здесь я думаю вот раз два три 4 как то вот может быть сколько еще машин может вместиться и все вот так вот такие паркинги небольшие так что я думаю то есть не я думаю решение мое правильное было то что я там стал на границе глупой и так у меня выхода не было но так только остается вот только дикус дикус и вот так опять обзываем и у каждого может свое но люди которые понимают дикус это парковки которые без удобства бывает 100 лет а ладно ну просто вот иногда заправка где-то вот так есть там душ там еще такой кафешка какая-нибудь это нормально вот парк считается кстати я постараюсь коротенькое видео какое-то записать вышла вышла программка классная спасибо ребятам да вообще-то принципе за совместных усилий но расскажу как вкратце есть пару-тройку ребят которые вот группе создали или задали вопрос ребята скидывайте свои знающие точки любые там кто-то по заправке кто-то по парковке платно не платная бесплатно это душ где-то там шиномонтаж где-то вот ну разные вот эти вот и с описаниями то есть координаты описание и тому подобное и вот эти вот люди которые они просто все это перенесли в программу нужно было рассортировать все это перепроверить это очень большой колоссальный труд тоже за что им огромное спасибо и сейчас выпустили не были платные версии были бесплатные мне кстати дима ну один из администратором данной группы мне поставил данную программу которая тоже записал рассказывал он мне поставил есть я пользуюсь ну не так как может часто конечно но хотя уже ездим по таким маршрутам по накатанным и уже как бы знаешь то есть данная программа вообще для новичков это как палочка-выручалочка вообще класс вот то сейчас вообще сделали по-другому есть она приложение play маркете я не знаю как за кто на андроиде сидит бой вернее кто на и с вот айфонах вот как у них там это будет подшиваться но вот и на play market есть название ее точки интереса слитно на английском и точки интереса каденция вот это вот хорошая классная программа скачайте не пожалеете она бесплатная да там присутствует немного рекламы но это та реклама которая одну хоть как-то потому что сервис google сервис тоже потребует затраты каких-то там и хотя бы вот такая рекламка восполняет и что-то компенсирует хотя бы вот эти вот расходы опять же кому-то будет полезно кому-то нет я думаю скачайте вы это ничего не потеряете но даже посмотрите оцените какие-то моменты и желательно еще такое вот друзья ставьте пожалуйста пять звезд хотя бы то есть если вам не нравится лучше пишите комментарии какие-то замечания не ставьте единички потому что это ухудшает там некоторые за эту программку не за мой канал за мой канал можете лайки дизлайки ставить это я как бы к этому ничего абсолютно к этому ровно я отношусь а вот по этой программке прошу конечно поставить по 5 звезд но и оценить может написать какой-то позитивный какой-то комментарий я думаю после того конечно если вы это все посмотрите опробуйте напишите свою как-то так ну а мы же едем друзья швейцария 26 июля понедельник 8 17 утра я уже не был здесь порядка двух двух лет точно вот так вот да погода не был я крайне мой посещение мое было это девятнадцатом году где-то в мае месяце вот так вот ладно едем пока тут снимать вроде особо нечего вот так вот она 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 Продолжение следует...